Ах, я Саски! А, так это Крипер 2004 из супа из окурков. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Крипер 2004. В сегодняшнем видео я покажу вам рецепт волшебного супа из окурков. Данный суп обладает уникальным и неповторимым вкусом, а его насыщенный аромат не оставит равнодушным никого. И что самое главное, в плане цены у этого блюда вообще нет аналогов, ведь мы готовим его фактически из отходов, а значит основной ингредиент окурки нам достается абсолютно бесплатно. Итак, давайте приступим к самому рецепту. Для приготовления супа из окурков нам понадобятся следующие ингредиенты. Гвоздика, перец черный горошек, лавровые листья, зелень петрушки для сервировки и, наконец, томатная паста, чтобы наш суп получился густым и красивым. Когда мы все это подготовили, необходимо пересыпать окурки из того места, где они у вас хранились, непосредственно в саму кастрюлю для варки. Сыпьте столько, сколько сами хотите, но я буду использовать все, чтобы получилось много супа и чтобы я мог накрыть праздничный стол. Все, что осталось на дне, мы досыпаем в кастрюлю, и уже можно, наконец-то, начать процессы готовки самого супа. Итак, первое, что нам понадобится, это залить содержимое кастрюли водой. Можете прямо до крови. На бульонка! Ставим все это дело на плиту и теперь включаем газ. Когда вода в супе закипит, нам необходимо его хорошенько помешать. Это позволит всем ингредиентам провариться в равной степени, а также избавит поверхность супа от пенки. Суп необходимо варить в районе 20 минут, периодически мешая и пробуя на вкус, чтобы случайно его не переварить, потому что стоит хоть немного отвлечься, и наш суп уже будет испорчен. Минут через 10 после закипания добавляем столовую ложку томатной пасты и тщательно все это размешиваем. Теперь добавляем гвоздику. Много ее не сыпьте, у специи очень яркий вкус, и одного-двух граммов будет вполне достаточно. Ну, черный перец, думаю, тут ничего объяснять не надо, добавляйте столько, сколько хотите, вы этим блюдо никак не испортите. Как только суп из закурков приобретет приятный красный оттенок, он может считаться готовым. Его остается только посолить по вкусу, и в самом конце добавить лавровые листья. Все, теперь выключаем газ, и оставляем кастрюлю на плите остывать минут на 15-20, где-то так. Но перед тем, как вы увидите дегустацию этого блюда, еще раз хочу напомнить, что суп из закурков не является съедобным. Его стоит варить только ради крутого антуража. Кушать это ни в коем случае нельзя. Это вредно для здоровья и ума. И то, что вы сейчас увидите, вы такого, пожалуйста, не повторяйте, потому что все выполнено профессиональными каскадерами, и вообще это все видеомонтаж и постановка, так что так не делайте. Так, ну что, сейчас приступаем к дегустации. Я думаю, все готовы, уже накрыли здесь стол. Царелки видите сами, то есть все роскошное, все элитное, наверное. Приступаем, давай. Первый тык. Только просьба излишней хвалить, то есть, чтобы конструктивная критика была, ладно. А то никакой объективности не будет в этом блюде. Что? Да. Приступаем. Что, не досолил, что ли, что ты к лицу привезешь? Ну давай в целом, как тебе вот на вкус понравилось? Нет, только честно попрошу. Неплохо, но вкус слишком терпкий. Мне кажется, ты пересолил его. Пересолил, да, все-таки? Ну, оценка твоя какая-то, скажешь, нет. Ммм, ну здесь примерно 6 единиц из 10. Я понял. Ну, давай, Влад. Так, попробую и только, пожалуйста, честно. Как? Бл***ть. Очень вкусно. Отлично. Мне очень понравилось. Давай 8, потому что слишком соленое. Слишком вкусно. Так, замечательно. Так, уважаемые, ну пробуйте теперь вы, только попрошу, опять же, без приукрас, честно скажите, как вам вкус, и чтобы я просто понимал. Там меломорканал был, кстати. Объективно говоря, 10 из 10. Ну, то есть тебе понравилось, но только вот честно. Ну, просто не убавить, не прибавить. Обычный, хороший, прям вкусный суп. Крем-суп. Да. Так, таксист, пробуйте. Как я говорил, восхитительно. Правда, хлебушка не хватает. Сюда хлебушка добавишь в прикусочку, супчик. Не, ну нормально, ну десятка. Ну, ну понятно, так. И у нас цыганский барон. Пробуйте, только попрошу честно, да, без приукрас. Нет, а вы, вы сами-то окурочки тоже. Не надо бульон, блядь. Он проглотил бульон, блядь. Что вкусный. Понравилось, нет? Вообще вполне нормально. Ты можешь честно вот сейчас сказать, тебе понравился, нет? Честно. Совсем честно. Я не обижу, скажи честно. Объективно, это дресня полная. Я не понимаю, как вы можете жрать этот гусиный калу. Ты че? Оно нормальное. Ты просто не раз пробовал. У нас, в нашем городе, такое на завтрак, на обед и на ужин дают. И самое главное, по соотношению цена-качество вообще идеальное. Не, реально вкусно, мне на самом деле понравилось. Ну, то есть вот ты вот реально туда ешь. Ну, а я полностью одобряю. И закурков. Нормальный супчик. Да и все, все, я верю, хороших, хватит, оставь гостям. Влад сказал, вот, единственный, кто реально сейчас-то серьезно настаивает, что это вполне съедобно, вполне вкусно, на полном серьезе. Ну, остальных мнений изменилось просто. У остальных мнений, как видите, уже изменилось в обратную сторону, насколько они отсутствуют. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте плюс и плюс. Ну, такое видео, как бы, ну, такое видео.